Испанский ресторатор посетил одно из крупнейших в России предприятий по производству профессионального кухонного оборудования, которое находится в Люберцах. Иностранного бизнесмена провели по производственным цехам и накормили русскими пельменями. На чем приготовить гаспачо или паэльо? Где запечь каталонский крем? И самое главное, в чем секрет кухни этих русских? Хосе Зафрилия у себя на родине, в Испании ресторатор. В Россию приехал не по работе, но не смог отказаться от приглашения посетить ведущее предприятие в нашей стране, выпускающее профессиональное кухонное оборудование. Я узнал, что здесь есть предприятие Теси, которое изготавливает технику для профессиональной кухни. Конечно, мне было интересно это увидеть и сравнить качество и цены с тем, что есть в Испании. Автономный военный полевой лагерь – проект стратегической важности, разработанный специально для вооруженных сил Российской Федерации. Вот чего совсем не ожидал увидеть испанский гость на заводе, где изготавливают ресторанную технику. Хотя, впрочем, гордятся здесь всем, что создают. Оборудование для фастфуд, духовые шкафы для пекарен, посудомойки, миксеры, грили и пароконвектоматы – аппараты, в которых возможен любой вид тепловой обработки. Наш аппарат может эффект русской печи повторить, потому что программатор здесь может для бесконечности температуру это поддерживать. Показали ресторатору и как устроено производство изнутри, как составляются графики, как работает команда. Во время экскурсии заглянули на местную заводскую кухню. На собственной же технике тут готовят обеды для всего персонала. Первое правило русского гостеприимства – пригласить гостя к столу. Там и подвели итоги делового визита. На блюда, приготовленные местным шеф-поваром, гарантия одна. Очень вкусно. Как оказалось, Хосе уже успел познакомиться с русской кухней, потянулся за пельменями со всей средиземноморской страстью. Что мне понравилось больше всего – это пельмени. Можно даже сказать, это блюдо приготовлено в традициях нашей средиземноморской кухни и очень похоже на пасту. Это тесто и натуральные продукты с минимальной термической обработкой. Я уже успел попробовать их разные виды с мясом и рыбой и буду готовить сам. Одним словом, встреча испанского ресторатора и русских промышленников принесла новые идеи и перспективы сотрудничества. А значит, будет еще больше новой техники и еще больше вкусной еды. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.